Там просто было нереально. Так, у нас тут сейчас нереальное может произойти, у рефреша не залетает, однако все-таки есть минус, и какой дабл прилетает от француза. Солптик вот уже хэдшот по Юге. Юге уже без головы, это все равно не мешает ему сделать минус. Есть информация по последнему игроку, ситуация 2 в 1 французы здесь заходят на базу А, Снаппи на машине, а вот теперь проблема, и судя по всему пистолетка отдается. Там один хп. Зиво, должен выйти. Ой, как Снаппи там по нему не попадает, вообще непонятно, неужели это будет Эйс. Ну, одно попадание в голову, Снаппи там пытается просто отойти за эту машину, как же дергает своего соперника только что Зиво, 9 секунд, и конца этого раунда все-таки Снаппи. На возможный поджим соперника через банан, там, кстати, замечает от того в туалетах Юге, кстати, ну, ошибается, не убивает в итоге никого. Вот, кстати, НПК встречает перетяжку от рефреша, что вообще происходит на коннекторе Конфигу, нужно спасать этот раунд. В итоге минус бомба на длине также замечает оппонента, РПК не может выйти, Зиво получает хэдшот Конфиг, хорош, но с другой стороны, это уже МП5 работает НПК в руках. И как дальше проходить, Снаппи вместе с Кэджин Би на пленте, они готовы к этому выходу, Кэджин Би в итоге забирает НПК, выход через левую сторону тоже не самый лучший, РПК падает, Аликс последний с Глаком, и забирает одного в итоге. В очередной раз ситуация 1 на 1, и это Снаппи вновь на машине. Так, ну, кстати, раздобыл себе волыну. Ну, там уже раскидка полным ходом, и это врыв на Вазу Б, который не отменяет рефреш, ай-яй-яй-яй-яй, спина тоже прикрыта, девятка сработала, Снаппи с Аугом включается, 2 на 2 ситуация, Апекс красный погибает, Юги читает его, бомба была поставлена, это клатч для РПК, нет, он не тащит его, Снаппи хорош. Он, возможно, чуть-чуть не хватило, бомба не ставится, можно отойти Конфиг, он дальше стреляется, делает 2 фрага, тут же минус в ответ прилетает от Зиву, фраг, все-таки Конфиг еще один оформляет, абсолютно, здесь могут виталить. Ой-ой-ой, там раскидка уже полетела, они плохо знают, и когда приезжают там Тир 1 коллективы, Тир 2 коллективы, знаешь, вот какое-то время, вот нету информации, никто не знает, там Best of 1 матчи, вот здесь можно, конечно, ловить, как словили только что с юспиками своих оппонентов. Внутри плента у Снаппи очень хороший угол, пропускает он своего оппонента, не пропускает, можно поменять позицию, дальше продолжает стрелять Снаппи, уже делает 2 минус, быть проблемы, Конфиг, картичная работа, делает 1 минус, делает 2 минус, счет дальше 3-го, его отпускают все-таки, и тут приходит на хлопу Снаппи, отлично справляется, 3 в 1 ситуация, последний игрок Виталити через лонг, делает минус 1, минус 2-й. Сейчас там, кстати, фуловый Кэджин Би должен выйти сейчас за этого бортика, Абекс за позицию эту отвечает. Под стенкой принимает выходы через Монстр, флажка полетела, но он не слепой забирает одного, Спрей, Зиву забирает только Кэджин Би, рефреш не отпускает еще и Абекса, который следом шел, и Зиву дальше прошел 2-3 ситуации. Показывали неплохие результаты, ладно, у нас другая история, это Конфиг и Снаппи, который просто по головам проходится, Алекс, РПК, Зиву поддавят тут под этот обстрел, в итоге НБК только сейчас убивает Кэджин Би, там будет Спрей, и выход, НБК, Абекс тут справляется, в итоге Снаппи тут еще может не отойти, Югид, не, не отойти может, да, с последнего патрона. Это дефолтная позиция, так как НБК сейчас все проверяет, он должен сюда тоже посмотреть, Югид меняет угол, забирает одного, РПК, размен, еще и там по Конфигу залетает, и Зиву готов выходить на счет 9-6, флажка еще одна полетела, бомба уже тикает, напоминает, что нет дефузов, и вот он Спрей, неужели они вот так вот будут поджиматься, нет, рефреш к этому готов, забирает РПК, Алекс неплохо одного забирает, то Конфиг тут же на рефраге, флажка неплохая залетает, и Абекс врывается, как же круто вместе с НБК, мы на два ствола раскатывают, они этот выход через Монстр. Есть только надежда на то, что соперники будут подставлять свои головы, НБК внедряется неплохо, Абекс вместе с ним, это огонь против Общики, они горят, 30 секунд уже на таймере, и как же заходить, там НБК пытается шить еще Юги через Смог, вот он рефреш, выход, хэдшот от Абекса, размену Конфига есть на руках НБК, только одного Юги забирает с собой Кэджун Би, играет тоже по сопернику, в итоге там еще и Алекс погибает, Смог развеялся, Кэджун Би этим воспользовался, РПК последний, красный там остался один Конфиг, Кэджун Би, как же хорошо играет на размене, Как минимум смоки неплохие уже отлетели, Абекса, так оно и есть, Алекс в итоге забирает одного в воду, прочекали, Абекс там вместе с Алексом работают на 100%, ну и третий минус тоже залетает, Юги не имел ни единого шанса, нет выхода от рефреша и Конфига, они за Смогами, и в этих Смогах сейчас их похоронят, скорее всего, неплохая флешка, рефреш, но спина там вроде как есть, и еще это НБК выходит через девятку. Оптики сбили все-таки здесь понимание, Виталите, то, что это будет база Б, но в конечном итоге карты пришлось все открыть, и 3 в 2 ситуация, Абекс делает 1 в 2 минус и... Зиву, как же хорошо чувствует тайминги, он уже поджимает субпотом верников, но Кэджун Би все это дело прочитал, выход на размен, НБК тоже падает. Сейчас может на самом деле быть тут наказан, он, кстати, хороший Смог. Флешка тоже полетит, там флеша будет еще отыгрывать, так, и Алекс, как же круто здесь он разыграл! Аплент, тайминговый бэджим, легко для Снапи. Да, держал он этот угол, НБК остается на щите, там должна быть какая-то перетяжка уже от Апекса, должен он вообще уже быть в банке, рано или поздно, НБК там 2 минуса оформляет, это минус Конфиг и Юги, Кэджун Би на размене играет, но по Снапе там как вообще играть? Флешка еще одна полетела, врывается Апекс одного с собой, и еще один хэдшот, Кэджун Би последняя 1 на 1 ситуация, Алекс против него, он должен выйти, там еще и бомба на руках.